Первая глава, напомню, она такая вводная. Первая глава, сначала в ней говорится о бедствиях, которые постигли Израиль, Иерусалим, храм, народ, и что все это наказание за бедствие, более того, содействует исправлению. Общая тема для всех пророков у Захарии очень кратко. Дальше начинается введение. Захария наблюдает каких-то странных существ, это кони, это всадник, это ангел, это человек, и начинается какой-то очень сложный разговор. Обычно пророк говорит с Богом, а Захария говорит со всеми сразу, с этими странными существами, с ангелом. Ангел уже беседует с Богом. Вот Захария такая книга про мир духовных сущностей. Как сложно он устроен, мы не одиноки в этом мире, и даже в предстоянии перед Богом, говорит Захария, мы с кем-то рядом, с какими-то существами, которых мы даже не понимаем, и не умеем толком описать его описание несколько сбивчиво. Вторая глава продолжает это странное введение. Я поднял глаза и увидел четыре рога. Тогда я спросил говорившего со мной ангела, что это? Он ответил, это рога, которые разбросали Иуду, Израиль и Иерусалим. Четыре рога похожи на жертвенник, потому что жертвенник – это такая каменная или металлическая платформа, у которой четыре возвышения по углам, они называются рогами жертвенника. Но одновременно рога – это ведь то, чем бык бодает. И вот рога, которые разбросали, то есть налетел бык, раскидал весь народ, и даже не очень понятно, кто это и что, вот какая-то внешняя сила. После этого Господь показал мне четырех мастеров, я спросил, что они станут делать. Он ответил, те рога разбросали Иуду так, что никто и головы поднять не смеет. А эти пришли, чтобы заставить их содрогнуться, сокрушить рога, которые другие народы подняли на землю Иуду, чтобы рассеять ее народ. О, все-таки это другие народы. Но рога ведь инструмент. Рога – это просто часть быка. И на самом деле не рога разбрасывает, а бык своими рогами разбрасывает то, что он там хочет разбрасывать. Ну и бык в данном случае, видимо, Господь. А эти народы – это инструменты. Я снова поднял глаза и увидел человека, державшего мерный шнур. Он у нас уже был, да, это веревка, которую натягивают, чтобы было ровно и чтобы, может, было отмерить. Когда строят какое-то сооружение, надо же понять, сколько построить, и надо, чтобы ровно было. Поэтому натягивают такой шнурок. Я спросил его, куда ты идешь? Он ответил, измерите Иерусалим, какова его ширина и какова длина. Иерусалим вот в развалинах, да, и, конечно, любое строительство должно начаться с какого-то плана, а план должен начаться с осмотра и измерений на местности. «И тогда, говоривший со мной ангел, пошел вперед, а навстречу ему вышел другой ангел и сказал ему, скорее передай этому юноше, что Иерусалим не будет заключен в стены из-за множества людей и скота, которые будут жить в нем. Но сам я стану пророчеством Господа огненной стены вокруг него и славой посреди него». Любой нормальный город окружен стенами в древности, потому что враги нападают, потому что опасно это. И вот здесь нет нужды в стенах. Ведь стена – это не только защита от тех, кто снаружи, это и предел для тех, кто внутри. За стену выйти небезопасно. И город не может расширяться, если он расширяется, ему надо строить новую стену, да, что периодически и происходит с разными городами. Ну, как Москва, например, росла, Кремль, Китай – город, потом там белый, земляной и так далее. То, что сегодня кольца – бульварная, садовая. Но в древности город без стены – это немыслимо, это как голый человек, он абсолютно уязвим, он опозорен даже, да, потому что это значит его разрушили. А стену построить очень сложно, это дорого, это требует больших усилий. И вдруг оказывается, что сам Господь будет стеной, а народу будет так много, что истина-то не нужна, потому что нельзя его ограничивать. И это, конечно, очень похоже на те пророчества, которые говорят о таком всемирном распространении веры в единого Бога, что она не сводится больше к одной иудее, она не сводится к Иерусалиму. Иерусалим становится священным центром, где все эти верующие в единого Бога собираются, но границ больше нет. В каком-то смысле это предсказание о том, что границы вот иудаизма, как национальной религии, как веры одного только народа, будут преодолены, что это будет касаться уже всего человечества, и что это устроено самим Богом. И дальше про возвращение. Ведь очень многие иудеи так и не вернулись, когда появилась возможность вернуться и восстанавливать Иерусалим. И вот эта тема возвращения для послепленных пророков, а Захария у нас VI век, насколько мы можем судить, она очень важна, причем конец даже VI века. «Скорее, скорее, бегите, пророчество Господа, из северной страны. Я рассеял вас по четырем ветрам небесным, пророчество Господа. Скорее, Сион, беги из жилища дочери Вавилона». Вот что говорит Господь воинств. «Ради славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо кто прикасается к вам, прикасается и к зенице глаза». Его зеница, то есть зрачок. То есть Господь воспринимает этот народ как свою самую-самую такую великую ценность, как что-то очень личное, интимное, если хотите. Кто же будет трогать глаз? Я, например, когда-то пытался носить контактные линзы, не смог надеть их на глаза, но не получалось у меня, не мог прикоснуться к зенице глаза своего. А лучше, чтобы чужой человек прикасался, тем более. Наши очки. «Теперь занесу над ними руку, и станут они добычей для собственных рабов. Тогда узнают, что Господь послал меня». Вот эти самые рога, которые разбросали иудею, которые уничтожили Иерусалим, они будут уничтожены сами. Но главное дело не в этом. «Ликуй и веселись, дочь Сиона, я гряду, я поселюсь с тобой, пророчество Господа. Прибегнут в тот день Господу многие народы и станут для меня одним народом, а я поселюсь с тобой, и узнаешь, что Господь воинств послал меня к тебе. Тогда возьмет Господь себе его дел на святой земле иудею, и вновь изберет Иерусалим». Умолкни пред Господом всякая плоть, он выступает из святого своего дворца. Вот восстановление завета, возобновление этих отношений, об этом очень много говорят пророки. Долго комментировать смысла нет, потому что это знакомо, наверное, по многим другим пророческим книгам. А вот то, что пойдет дальше, начиная с третьей главы пророка Захарии, очень своеобразно. Это есть только у Захарии, и это мы почитаем, конечно, немножко более подробно в следующий раз. Продолжение следует...